Друзья, вам посвящает свое выступление народный артист нашей большой страны Николай Расторгуев и группа Любе. Сколько именно получил Расторгуев и другие участники группы за этот прошлогодний концерт в Лужниках, неизвестно. Но на сайте госзакупок есть такой контракт. День города Пензы. 7 миллионов рублей. За нами Россия. За нами Москва. За президента. Издание Верска заметило такую, возможно, тенденцию. Некоторые музыканты могут получать за выступления на так называемых патриотических концертах больше, чем до войны. Журналисты Верски обнаружили и проанализировали госзакупки к Всероссийскому музыкально-патриотическому фестивалю «Своих не бросаем», который начался 22 февраля на Сахалине. Мы были удивлены, когда увидели, насколько это не совпадает ни с актуальными ценниками каких-то концертных агентств, ни с прошлыми, как госконтрактами, которые были опубликованы. Выступление рок-группы Чечерина, например, на Сахалинском концерте «Своих не бросаем» обошлось бюджету в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Но это же очень естественно, когда ты поддерживаешь свой народ, свою армию. Это непонятно, потому что, казалось бы, вы даете больше денег, вы можете привлечь каких-то популярных в молодежной среде, популярных в сетях, но вы все равно привлекаете все тех же замшелых артистов в 14-х годах, которые и так бы, как мне лично кажется, выступили и за меньшие деньги. Та же Чечерина, Сергей Галанин и прочие. Возможно, это какая-то плата за лояльность. Мы видим, что самые большие гонорары у тех артистов, которые давно, скажем так, продали душ. Дороже всего бюджету за этот Сахалинский концерт обойдется выступление Сергея Галанина и его группы «Серьга» — 2 миллиона 700 тысяч рублей. Сергей Галанин и его «Серьга» — самый дорогостоящий коллектив и на других концертах. 10,5 миллионов рублей получила его группа за выступления на концертах «За Россию». Они прошли весной прошлого года. Тогда же весной Галанин призывал поддерживать патриотично настроенных артистов. Сейчас нужно определиться, кто и какой продукт будет производить на государственные деньги. Всего в марафоне «За Россию» участвовали 34 исполнителя, между которыми и распределили более 95 миллионов рублей. Об этом подробно писала русская служба BBC со ссылкой на госзакупки. Рынок подобных концертов по заказу властей можно охарактеризовать так. До войны он был достаточно коррупционным. Система получения откатов присутствовала. Мы видим это в материалах уголовных дел. Это не какая-то моя фантазия. И очевидно, что сейчас с учетом повышения непрозрачности, снижения конкуренции на этом рынке, повышения спроса на конкретных исполнителей, потому что у нас рынок Z-артистов не так на самом деле велик, как может показаться. Очевидно, это все формирует дополнительный коррупционный аспект.